Такова реальность, так оно все и работает. В этом видео я вам расскажу про 7 правил английского языка, на которые я просто забил после переезда в Америку. Вот я учился в школе, или там учил английский по учебникам всяким грамматическим, и там было такое правило. Нельзя разделять инфинитивы, то есть у вас есть to, есть глагол, и между ним ничего ставить нельзя. To go остается всегда to go. Все, что хотите ставить рядом с ним, должно быть либо после него, либо до него, смотря на то, что это такое. Ну, например, мы используем adverb, да, наречие с глаголом, чтобы описать глагол чуть подробнее, да, давайте возьмем to go. To go quickly. Идти быстро, или пойти быстро. To go quickly. В грамматических правилах мне сказали, что нельзя сказать to quickly go, но можно, на самом деле можно. И я не знаю, насколько в академических эссеях, или там на Тойфле, это можно делать, но в реальной жизни можно все. И в реальной жизни всем пофиг. To quickly go, to go quickly, это все одинаково. To move slowly, или to slowly move. Неважно, оно и так, и так нормально. Например, я вам рассказываю, если что-то летит в вашу сторону, что вам нужно сделать? You need to quickly move out of the way. Или you need to move out of the way quickly. Или you need to move quickly out of the way. Без разницы. Можно инфинитив, оказывается, разделять. И все. Правило номер два, про которое вы можете забыть, это, оно называется dangling prepositions. Это когда эти prepositions, ну, на них вы закачиваете предложение. Раньше говорили, что так делать нельзя. Сейчас абсолютно без разницы. Например, вы купили себе, я не знаю, осень новую куртку, и я смотрю, и мне очень нравится, и я говорю, Hey, where did you get it from? Where did you get it from? Где ты купил, взял ее? Where did you get it from? Раньше вы должны были завернуть вообще и сказать, From where did you get it? Но так никто не скажет вообще. Или мы проезжаем в какой-то район, и я говорю, Hey, look, look, look. This is the house that we lived in. This is the house, или this is the house that I lived in. Это дом, в котором я жил. The house that I lived in. Раньше нужно было опять-таки закручивать и говорить, Oh, this is the house in which we lived. Но сейчас так никто не скажет. И если вы скажете так сейчас, Ну, люди вас поймут 100%. Но это будет, знаете, что-то вроде, Зачем он по-шекспирски так мне сказал сейчас. Грамматических правил-то так много, и чем выше ваш уровень в английском языке, тем больше грамматических этих правил вам нужно знать. И если вы не можете спать, и вы переживаете, и вы думаете про все эти грамматические правила, которые вам еще предстоит изучить, приходите к нам на autumn-to-media.advance, где мы научим вас всему, что вам нужно знать, чтобы перейти на этот уровень advanced в английском языке. Если вы жаждете этого продвинутого уровня, то мы вам поможем. Но зачем вам верить мне на слово, когда вы можете перейти по ссылке в описании и прочитать всю подробную информацию об этом курсе, там каждый день расписан, что мы будем проходить, поэтому переходите и смотрите, подходит ли он вам, нужен ли он вам, и хотите ли вы его. Я надеюсь, что мы с вами увидимся там. Следующее правило, это не правило по грамматическим стандартам, то есть все равно в академическом письме или на всяких тестах и экзаменах его нужно соблюдать. Но правило такое, не используйте who, когда нужно использовать whom, да, и разница между who и whom. В предложении в английском языке есть две основные части, к которым эти местоимения будут применимы. И это подлежащее или дополнение, то есть субъект предложения, подлежащее главный герой, или объект предложения, объект, тот, который это действие получает на себя. Так вот, who это, как правило, subject, и whom это, как правило, object. То есть, do you remember the guy who was talking to us yesterday? Do you remember the guy who was talking to us yesterday? The guy, он говорил, он главный герой этого действия, потому что он говорил с нами, мы это объекты этого предложения, поэтому do you remember the guy who was talking to us? Это окей. Давайте перевернем. Do you remember the guy, whom we were talking to yesterday? Тут уже мы перевернули, и мы являемся субъектом предложения, и этот гай, он является объектом предложения, поэтому do you remember the guy, whom we were talking to yesterday? Такое правило. И снова я хочу дисклеймер очередной, что в грамматических правилах, в академическом письме, TOEFL, IELTS, все-все-все-все-все-все-все-все-все, там это правило соблюдать нужно до сих пор, это не искоренили еще полностью, возможно, когда-нибудь это правило умрет полностью, но еще не сейчас. Но на улице, в реальной жизни, who и whom, whom мало кто использует, опять-таки, в обычных повседневных разговорах. Do you remember the guy who was talking to us yesterday? Okay. Do you remember the guy who we were talking to yesterday? тоже окей, опять-таки, на улице. И все вот эти вот, знаете, правила, они умирают таким образом всегда. Начинается все на улице, и потом все доходит постепенно до грамматических стандартов. Поэтому, я думаю, этому правилу жить осталось недолго, но оно до сих пор пока что еще есть. Но на улице нет ничего. Правило номер четыре. И это уже прям общепринято и традиционно. Когда вы не знаете пол человека, о котором вы говорите, это просто какой-то незнакомец, просто человек. Студент, учитель, person, человек, да, у этих, как правило, существительных нету пола. В английском языке у существительных в целом нету пола. Если у нас диван в русском языке это он, холодильник это он, чашка это она и тарелка это она, то в английском языке оно все нейтральное. Кауч нету пола, фридж нету пола, плейт нету пола, да, баг нету пола. Поэтому, когда мы в русском языке говорим учитель или учительница да мужчина женщина естественно все понятно но в английском языке teacher это просто teacher и непонятен пол и когда мы в таких ситуациях мы по традиционным стандартным правилам должны говорить he or she this person should be happy that he or she has a job например но теперь все поменялось потому что мы хотим чтобы все было проще и короче he or she слишком долго много шипящих и много воздуха издавать нужно и мы не хотим вообще трудиться мы хотим лениво и как можно быстро говорить с наименьшим количеством усилий поэтому просто взяли уже существующее местоимение they они и используем его теперь таким образом this person should be happy that they have a job с грамматической точки зрения это все равно остается местоимение множественного числа да they have a job хоть мы и говорим об одном человеке но в смысле этого предложения мы говорим об одном человеке this person один человек should be happy that they have a job все равно один человек то есть когда вы используете это местоимение в таком контексте знаете что в грамматике когда вы пишете или говорите все равно вы относитесь грамматической точки зрения к этому местоимению как в местоимении множественного числа но смысл который вы вкладываете это единственное число у нас уже есть такой ур который давно уже есть и это you это может быть ты один человек это может быть вы три человека но с грамматической точки зрения вы все равно всегда будете говорить you are следующий относится к письму такое правило было не начинайте ваше предложение со союза да coordinating conjunction типа как and да я не мог когда писал эссе сказать and now we can see или что-то типа такого да я не мог так начать предложение сейчас это уже не важно сейчас если это помогает вам продвинуть вашу историю сюжет вашего эссе или вашего рассказа или помогает вам построить правильный эмоциональный тон вашего высказывания то все можно and now we believe blah 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 сейчас ничего страшного вы можете начинать следующее правило опять-таки относится к письму это больше академическое письмо вы знаете вот эти вот все правила что в академическом письме нужно все расписывать и нельзя использовать короткие версии типа can't надо говорить cannot don't надо говорить do not и хотя цифры можно использовать и можно просто написать 1 0 0 когда вы пишете 100 они выписывать one hundred еще новое правило знак процентов можно уже использовать тоже ему дали так так скажем номерное значение то есть как цифра 1 2 3 4 знак процента к нему относятся точно также и теперь вы можете не расписывать один ноль ноль процент а раньше было еще хуже нужно было сказать про пробел sent потом можно сказали что можно написать одним словом percent потому что это стало ну одним нормальным словом и теперь можно просто использовать этот символ поэтому теперь если вы хотите написать percent или percentage вы можете просто поставить этот символ в академическом письме ну и последнее тоже относится к письму как формальному так и не формальному это the oxford comma оксфордская запятая когда вы перечисляете вы говорите это 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 и вот это запятая перед и это оксфордская запятая we need to buy milk eggs and bread да перед and bread оксфордская запятая ее можно не использовать выбор за вами вы можете сказать we need to buy milk eggs and bread запятая либо нет запятой неважно выбор за вами даже в академическом письме ну вот и все дорогие друзья это семь грамматических правил о которых я забыл которые я выбросил просто из своего арсенала после переезда в америку дайте мне знать если вам интересное видео такого формата если вы хотите узнать еще больше про неактуальные грамматические правила или что-то такое или может какие-то неактуальные слова в общем дайте знать в комментариях что вы хотите увидеть дальше и мы об этом поговорим и как всегда если вы еще не подписались на канал обязательно подпишитесь нам будет очень приятно и у меня для вас есть еще одно видео которое вам возможно очень понравится поэтому она сейчас на экране переходите туда и пополняйте ваш запас знаний вместе с нами с вами был я не пакова на канале линготеп тиви все большое рассмотрим и внизу на следующем видео до свидания